Готовить эту тему я начал еще в марте этого года, и тогда я уже изготовил саму когтеточку, но ждал покупки фанеры. Для этого дела нам нужен любой брусок, более-менее ровный, адекватный, мы его торцуем с двух сторон, и начинаем обматывать с помощью степлера нашим канатом, это, по-моему, льняной канат. Также, на всякий случай, я поверхность промазал клеем ПВА. Создание данного видео немного затянулось, потому что я ждал покупки нескольких листов, так как на лековой машине фанеру большими пакетами не перевезешь. Поэтому ждал большого объема заказа, чтобы заказать другим материалом эту фанеру. Распускаем на нужные нам размеры. Размеры озвучивать, думаю, глупо, потому что каждый может сделать как угодно и в каком угодно размере, поэтому это абсолютно не важно. Большие листы довольно удобно распиливать с помощью типа импровизированной шины, просто из провил или из какого-то ровного ДСП, прижав экструбцидами и, соответственно, пройдясь циркуляркой. Многие могут написать, у тебя же есть циркулярный стол, почему-то на нем не распиливаешь. Вот так вот я скажу, что на нем пилить очень неудобно, так как сам по себе стол очень маленький. И широкие листы распиливать в одному, именно в одно лицо, очень неудобно, да и опасно, потому что ты можешь просто перекосить, тебе может так шлифануть в рыло этим листом, что мама не горюй. Поэтому безопаснее и ровнее получится подпилить обычный циркулярный ручной пилот. А отторцевать, в принципе, заготовки небольшие, вообще шикарно. Либо распустить узкие заготовки вдоль. Субтитры создавал DimaTorzok Далее в дело вступает шпилечник, и мы собираем нашу коробку на шпильке, а потом усиливаем конструкцию небольшими обрезками внутри, как раз то, что это артилал. Получились небольшие штапики по сантиметру шириной, и я их вовнутрь в каждое ребро добавил, тем самым усилив конструкцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И закрываем наши торцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И начинаем вырезать уже непосредственно лаз для кожи. Я решил так же сделать просто рандомно два лаза. Один главный вход, второй сверху, чтобы кошка могла вылезти сверху чуть поменьше. Ну, чуть поменьше это значит, что минимальный размер, который позволил мне вырезать циркуль на фрезере. А так вообще тема циркуля на фрезере вообще крутая. То есть можно... Ты просверливаешь отверстие и начинаешь шуровать. Классная тема. Зашкуриваем все неровности непосредственно на торцах отверстия. Но это глупо, конечно, сказано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее в дело вступает копировальная фреза с пошипником. Я решил пройти, чтобы убрать небольшие неровности по краям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее беру трусок, по-моему, это 65 на 65. И отпиливаю кусочек. Мы ставим его вовнутрь под саму подставку. Две точки, чтобы усилить конструкцию. И зашкуриваем полностью все зашкуриваем. Я не стал сильно заморачиваться именно с идеальным зашкуриванием, потому что в дальнейшем я, скорее всего, обошью ее полностью ковролином. В данном видео я не хотел обошибать ковролином, так как не нашел достойного в том же Леруа или где-то подобном. По цвету именно и по фактуре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше также циркулем на фрезере вырезаем наши полочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пришло время собрать всю конструкцию. Саму когтеточку я решил прикрутить просто обыкновенными 80-ми саморезами по диагонали. Поэтому держаться она будет очень достойно и держится до сих пор. Кошки там втроем висели на этой подставке, и все замечательно. А вторую полочку поменьше решил сделать именно из уже природного такого материала. Взял дубовую ветку, именно кривую, и на нее под небольшим углом, получается, прикрепил саму подставку. В принципе, вообще модель рандомная. То есть я не хотел брать и делать такую, как в магазине один в один, а просто так из головы случилось собрать. Но тем не менее котики там постоянно тусуются, им очень нравится. Не всегда приятно, что вы меня смотрите. Вот здесь сейчас будет два стареньких видео. Поставьте им тоже лайк, прокомментируйте. Вот также здесь подписывайтесь на канал, будет логотипчик. Счастливо, ребят!